В комментариях сегодня почитал Люди дискуссируют по поводу ксенона Для кого не будет новшеством То о чем я буду говорить сейчас Дело в том, что да, действительно Если на транспортном средстве нет специальной отметки И заводам не предусмотрен ксенон То он запрещен Но опять же, наша МВД идет само в разрез своим же законам Мотивируя это тем, что если мы установим ксенон На свои старые транспортные средства Которые не предусмотрены заводом Мы слепим остальных участников дорожного движения При этом они разрешают ввод в эксплуатацию Новых транспортных средств На которых установлен ксенон То есть они не переживают за безопасность тех граждан Которые ездят на штатных лампочках Которых слепят транспортные средства ксеноном Вместо того, чтобы пойти навстречу своим гражданам И разрешить или же полностью всем ездить на ксеноне Для того, чтобы было равноправие На дорогах общего пользования И каждый имел право ехать с нормальным светом Они наоборот делят людей по социальному уровню Если у тебя старая машина Не предусмотрена заводом Ты не имеешь права устанавливать ксеноновые лампочки Если у тебя новая машина То пожалуйста, тебе везде зеленый свет И ты имеешь право ездить О чем это говорит? О том, что у нас уже даже в парламенте Кто-то лоббирует интересы Интересы заводов машин При этом нарушая закон О эксплуатации транспортных средств Республик Казахстан Раз запретили нам ксенон устанавливать Так запретите и заводам ввозить в Казахстан Транспортные средства На которых заводом же установлен ксенон Нас тоже слепит ксенон Или же разрешите нам тоже его установить Теперь по поводу самих транспортных средств Некоторые сейчас в комментариях начнут писать Купите новую машину Допустим, есть такие семьи в Казахстане Которые десятилетиями собирают на то Чтобы купить даже поддержанное транспортное средство Есть такие семьи, которые идут И берут в кредит транспортное средство При этом переплачивая в 3, а то и в 4 раза дороже Чем она стоит в том же Китае Опять же, это идет намеренное, я так думаю Намеренное Вовлечение в кредит целой семьи А то и поколение То есть наше правительство даже не может понизить кредиты Для тех семей, которые Ввиду того, что у них слабая зарплата на работе А некоторые вообще безработные, не могут выплатить и так И заработать в течение 10 лет, как минимум На транспортное средство Они их загоняют целыми поколениями в этот кредит Поэтому целесообразнее было Пересмотреть закон О ввозе транспортных средств И разрешить на одну семью в Республике Казахстан Хотя бы одно транспортное средство По льготным растаможкам По льготному утильсбору Пусть без права даже в течение 10 лет На перепродажу Я думаю, многие казахстанцы согласились бы Пригнать себе одно транспортное средство на семью По льготной растаможке и льготному утильсбору Чтобы в будущем, в течение 10 лет Эксплуатировать данное транспортное средство Без права перепродажи Но, видимо, кто-то лоббирует личные интересы Или кому-то, может, сверху там не нравится То, что простолюдины ездят на своих машинах При этом создавая помехи Тем, у кого есть возможность Купить все новые транспортные средства А то и их детям На дорогах общего пользования И они решили тем самым, таким образом Мирным путем Сделать так, чтобы расчистить дорогу От простых людей То есть, когда у нас сломается Старое транспортное средство Или же оно будет реально старое По годам Уже непригодное к эксплуатации Они на законном уровне уже нам скажут Или иди загоняй себя в кредит На 30 лет как минимум Или же И ходи пешком Поэтому я думаю, что Нашему правительству Целесообразнее взять именно во внимание И рассмотреть на поиске дня Закон о разрешении Льготного ввоза По льготной растаможке Одного транспортного средства На семью Продолжение следует... Продолжение следует...